Вот здесь обвалилась, вот другой плиткой. Там зашили и заколотили. И начало обваливаться теперь вот здесь. За стеной комнаты Ирины Чеплыгиной обрушенная крыша. Женщина говорит, сквозь дыры рассыпающегося дома видно небо. Скоро боится, она рухнет и сам потолок. А соседка Лариса Макрушина беспокоится угрозой снизу. Жеу не чинит трубы, так что вода из заброшенного помещения потапливает фундамент. В этом доме я живу 29 лет. Мы начали приватизацию в 2013 году. В начале года нам отказали в приватизации. Когда уже документы были все сделаны на приватизацию, нам отказала администрация. Сказала, что ваш дом под снос аварийный, то есть признали его аварийным. И вы теперь не подлежите. А раньше не было возможности? Ну, мы просто думали, что поди еще успеем. Но не успели, в отличие от остальных. Здесь жили 11 семей, теперь 3. Те, кто не приватизировал жилье. И переезжать они не торопятся. Две семьи говорят, что им предлагают поселиться только в комнатах бывшего здания больницы. С виду тоже Ветхова. Что подтверждают и те, кто уже там живет временно. Ну, в самом доме бывают порывы, тонализация часто загубает. Нет, в комнате там трещины есть или нет? У меня есть, в моей комнате есть. А Ларисе Макрушиной все же купили жилье и даже с нормальным ремонтом. Правда, на окраине города, в поселке Центральный. Женщина отказалась от квартиры, потому что далеко ехать до центра. Другие квартиры все равно были оценены. Жители хотя бы что-то могли купить, а здесь им ничего не предлагают по договору социального найма. Чтобы они проживали в нормальных благоустроенных квартирах. Не в каких-то убогих маленьких комнатках и не в каком-то маневренном фонде, который разрушается. Я практически не видел ни одного нормального помещения. В комитете по ЖКХ ответили, что переселение в маневренный фонд вынуждено. Торги состоялись только на одно помещение, а две другие квартиры еще ищут. В администрации обещают, что маневренное жилье – временная мера. И рано или поздно, зависит от торгов, жителям купят новые квартиры. Главная задача города – до конца года выселить людей из опасных условий. И барнаульцы при этом могут выбрать, где жить. Имеют право на предоставление помещения маневренного фонда до момента переселения. И второе – это решение Барнаульской городской думы номер 161, в соответствии с которым сегодня жители имеют право арендовать в черте муниципального образования, где им угодно, не в аварийном доме, жилое помещение, с последующим возмещением арендной платы за счет средств бюджета города. Что касается состояния маневренных домов, в администрации пояснили, что оно отвечает техническим требованиям и подходит для временного размещения. А поскольку сроки поджимают, а люди не хотят покидать разрушающиеся здания, комитету по ЖКХ придется сделать это насильно, в судебном порядке. Вопрос законности действий комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула по выселению жильцов указанных квартир в настоящее время рассматривается в судебном порядке. К комитетам жилищно-коммунального хозяйства поданы три иска о выселении жильцов квартиры номер 11 и квартиры номер 6 в аварийное в маневренный жилой фонд и жильцов квартиры номер 8 в приобретенное жилое помещение. В суде знали заранее, были не против того, чтобы мы присутствовали на заседании по этому делу. Однако, когда мы сюда уже приехали, нам резко отказали, мотивируя тем, что комитет по ЖКХ города категорически против нашего присутствия. А после суд отменили, потому что не все на него явились. А пока проходят тяжбы, прокуратура проверяет законность неудачно проведенных администрацией торгов. И на чьей стороне окажется правосудие, вопрос все еще открытый. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком.